Всем добрейшего утра, мои дорогие. Мы на даче и начинаем новый влог. Чего мой хороший? Что такое? Глазки больные. Макс, скажи всем привет. Ну скажи. Мы не до этого, но пошли. У него тут, понимаете... Всё, Мика отстанет, мальчик. Мика! У него тут 10 соток веселья, а ещё собака, которая бегает и всех лапами грязными пачкает. А я сейчас займусь, чем и обещала. Буду опрыскивать все деревья и потом буду их подрезать. Точнее сначала сейчас пойду подрежу то, что сломалось, а потом пойду опрыскивать. Отвредительный. Макс! Вот. Ну, а я сейчас нахожусь в маленьком домике. Как видите, моя летняя лежанка. Вот. И здесь мы обычно проводим, как я вам уже говорила в предыдущем влоге, мы здесь проводим осень и весну. Ну, хотела вам показать. Видите, после зимы как мне лапчатку поломало. Сейчас буду её обрезать. И вторую тоже буду обрезать. Её тоже очень сильно поломалось снегом. И, как видите, я вам показывала в том блоге, здесь был снег. Сейчас его, как видите, нет. Мика, не ешь камни. Мика! Нельзя! Любимый наблюдательный пункт Максима. Мика! Что ты творишь? Господи, свинья! Мика, нельзя! Собака! О, господи! Не-не-не-не-не-не-не-не. Ко мне не подходи теперь, свинья. Это не корж, это свинья. Это просто свинья. Это называется, я ещё половину участка не обработала, а у меня вот этот распрыскиватель сломался. Класс! Не проработал и двух лет. Так что, видимо, обработка деревьев накрылась. Буду ждать мужа. Попрошу его где-нибудь посмотреть новую штуку. Потому что это, я не знаю где, но она сломалась. Если муж делает, будет круто. Если нет, то опять придётся покупать новое. В мире я успела обработать фруктовый сад весь. Плодовые деревья, ягодные кустарники. И уже перешла вот сюда. Здесь у нас всего две сливы и две облепихи. И смородины. Вот тут, около забора. Их я уже не успела обработать, к сожалению. Вы не поверите, но уже летают вот эти штуки. Я не знаю, кто это, шершень или кто, но он гад огромный. Он меня напрягает. Раз уж я не смогла заняться садом, тогда буду продолжать читать книжку. Осталось тут как раз меньше половины. Наблюдать за свинотой. Мика! Ужас! И, конечно же, попивать кофеёк. Привет, ребят! Мы сегодня весь день дома. Давай, матька, покажи, почему мы весь день дома. Да, у нас весь день идёт дождь. Просто ужас. Хотя, Максим, тебе нравится дома сидеть? Скажи, два этажа веселья, это круто. Да? Да. Вот так. Маске нравится наблюдать, как стекает вода. Знаете, лучше два этажа веселья с дождём, нежели квартира и четыре стены. А тут стен, ну, как бы, намного больше. Да и веселей тут. Да, Масечка? Да. Ку-ку. Да. Макс мне тут включил, понимаете ли, пожарных Чикаго, чтобы я смотрела. Потому что, как пока был мой муж здесь на выходных, мы успели посмотреть восьмой сезон. И вот сейчас Макс включил заново сезон, потому что ему очень понравился этот сериал. Ну, а я же читаю вторую часть «Наследие Хоторнов». Я вообще не понимаю, почему я раньше не читала эти книги. Макс делает уроки на каникулах. Да, Максим? Да. Ну, давай. Что, мы восьмёрку проходим? Да. Точно? Да. Ну, давай, пиши. Хи-хи-хи, пиши. Хитрый мальчонка. Да, ужаса? Давай, пиши. Макс, пиши. Ну, давай. Нет, сам. Ну, давай сам. Ну, Максим. Что-то восьмёрка нам даётся пока тяжело самому писать. Поэтому мне приходится брать стактовую руку, но ведёт он всё сам. Давай. Молодец. Ты же сам всё сделал. Давай. Видите? Сам делает, но важно, чтобы мамина рука была рядом. Да, ты умница, делай. Да, ты умница. Почему я тут Мико? Мико Корс. Мико Корс. Да. Сделай, конечно, зайчик. Знаете, за Максом всегда интересно наблюдать, когда он не видит, что за ним наблюдают. Пока я тут посуду мою, ребёнок решил измерять лужи. Хорошо, что споги резиновые, а? Боже, и в грязь, и в лужу. Вот веселье-то, а? Всё-таки воды налил, походу. Ну да, после грязи надо помыть. Чё бы нет, правда? Интересно, заметил? Заметил! Всё, присел. Кто-то интересуется. Макс, что, воды налил? Да. Зачем? Да. Получилось так? Всё нормально? Да. Будешь гулять? Да. Гуляй. Боже, как хорошо, когда есть такой частный дом, и где его не страшно отпустить на улицу. Участок закрыт, огорожен, на замки, на ключи, всё. Здесь с 10 соток он вообще не уйдёт, так что всё нормально. А когда приходит весна, у Макса любимое место для сидения – это наше крыльцо. Рад его помыть надо, потому что Мика лапами с утра посудите, как вовсвинячила лужа. Вот, ну вообще, вы слышали, птички поют, солнышко светит, погода налаживается. Эх, пошёл опять чудить. И да, как видите, Макс пошёл качелем. У нас почему-то там, где у него качели, постоянно лужи, потому что там резина, и вот такая фигня получается. Ну да, мало ему было луж. Чего мне ещё пойти, а? Мика! А это у нас скребётся Мика-корж. Потому что если её выпустить, она будет свиньёй. А у нас были вчера дожди, и поэтому у нас септик может быть переполнен. Я туда не полезу, я боюсь септика. И, о боже мой, там слюни! Микусь, нет, я тебя не выпущу. Из-за того, что были дожди, септик сейчас может быть вообще переполнен. И я боюсь туда подходить. Я по минимуму сейчас трачу воду, потому что муж должен приехать, будет, ну, в конце недели после работы. И тогда он этим всем займётся. А сейчас пока мне как-то немножко, знаете, так ссыкливо тратить сильно воду. И если я Мику выпущу, мне придётся её помыть полностью всю, а на это уйдёт очень много воды. Вот. Я боюсь, что мы тогда с Максом вообще не искупаться, не сможем ни посуду помыть, ни простите меня сходить по делам. Ребят, сегодня пятница, и я жутко хочу спать. А все знаете почему? Мика, иди сюда. Всё потому, что вот эта шарабондия мне сегодня ночью не давала спать. Ну, я думаю, это видно по моим просто... Папа. Да, папа приехал синякам под глазами, потому что сегодня ночью у нас был просто жутчайший ветер. Мика всю ночь сидела вот здесь вот на уголочке кровати, где Макс сидит, или лежала на подушке, где вот муж у меня обычно спит. И просто глазела на дверь. Я сплю, ну, всегда с закрытой дверью в комнату, и она просто сидела, глазела на дверь и делала буф-буф, понимаете? По-тихому, но буф-буф. А я и так, в принципе, боюсь, ну, как бы на даче одну без Саши спать. И, ну, как бы я вообще плохо сплю, когда Саши нету. И сегодня ночью я спала реально от силы один час, это максимум. И... Максим-басим. И все из-за того, что собака смотрела на дверь, она буфкала, я не пойму, что случилось. Блин, а мне сыкливо вставать, понимаете? Сейчас вам ребенок даст послушать немножко из сериала, который он записал, понимаете? Вот, и, короче, я просто боялась встать. Мы с ребенком, ну, я ребенка обнимала, лежала. Вот, и я сплю обычно вот здесь, я сплю вот около стеночки, ребенка обнимала. И, как бы, мне было очень сыкливо, на самом деле, поэтому оглас не сомкнула. Я то Яндекс.Дзен новости читала, не выпуская телефон из рук, то просто лежала. Короче, просто я не выспалась, ужасная была ночь. И в итоге, когда Макс сегодня проснулся, наверное, в полседьмого, когда он открыл штору, я только тогда поняла по звукам, что у нас там просто, ну, блин, не ураган, но очень сильный ветер. Короче. Мика, что ты скажешь в свое оправдание? Вот, вот. И так было всю ночь, ребят. Я спать хочу ужасно. Так, кстати, я вам не рассказывала, но каркас этой кровати муж у меня делал сам. Видите, он сделал изголовье нам. Да, Максим, подожди. Он сделал нам изголовье, то есть полностью весь каркас, то есть вот это вот все, то, что там, ну, как бы, матрас на чем держится, это все сделал муж сам. У меня вообще очень много всего подачи муж делал сам, много чего, именно мастерил с нуля. Короче, вот каркас кровати он даже сделал такой, видите, небольшой такой выступ, чтобы туда можно было телефон, пульт положить, а не, ну, как бы, у нас просто некуда, как видите, да, мне телефон некуда положить. Оставалась только классия, пару лет колола просто под подушку. Но, как бы, это немножко ссыкливо, когда телефон нагревается, особенно айфон, это, ну, как бы, такое себе. И, как вы помните, вот все книжные полки, это тоже у меня все сделал мне муж. То есть у нас, получается, вот книжная полка идет, да, вот видите, над телевизором идет она вот сюда. И плюс здесь еще вот такие вот, как, ну, полочки, да, вот, как видите, Макс тут свое все держит, что ему очень нужно. Вода моя лежит, там Макса опять домашки лежат, развивашки и ноутбук. То есть удобно, вот, как бы, верхнюю часть, как видите, тоже полочку муж сделал для того, чтобы класть там всю аппаратуру. Ну, и когда я показывала в прошлом влоге участок, то горку, которую вы могли видеть, здесь я вам вставлю, наверное, фотографию, чтобы вы видели, эту горку тоже у меня сделал муж сам для сына, потом арку для винограда, которую вы тоже видели. Вот такая дорожка к маленькому домику, это тоже все сделал арку муж сам с нуля. У нас раньше была другая арка из, ну, короче, знаете, такие пластиковые трубы строительные. Я, если найду фотографию, я вам здесь ставлю, как бы, какая была и какая стала. Опа! Интересно, а где Максим? Там кто-то живет, ребята. У меня в шкафу кто-то живет. Опа! Привет, Котька! Да? Хочешь в шкаф опять? Иди в шкаф, иди, иди в шкаф. Я, знаете, завтра вам покажу, что у нас там на улице, может, и сегодня. Не знаю, если не очень хочу идти на улицу, потому что ветер такой сильный. Я не люблю, когда ветер, я не люблю холод, я люблю тепло. Я так предполагаю, что не лучше моим решением будет идти с распущенными волосами на улицу, но я пойду. Наверное, муж в бане сейчас? Красную баню покажу. Так, как видите, крыльцо. Вот это крыльцо тоже делал мой муж полностью сам. Вот она, арка, о которой я вам говорила, сзади горка. И сейчас покажу, что у нас в бане есть. Вот то, что сделал я, вдруг плачил папа, все нехорошо, будь здоровы. Спасибо. Да, как видите, у нас это... Делал лесенку, точнее лачил. Переделал. Переделывал лестницу муж. Потом Саша и папа, в общем, решил, что нужно плачить по новой. И, как видите, вот что стало. Да, лак на лак. А вот мой муж переделывал лачил сам. Как видите, да? Все, фокус. Где фокус? Вот. Все четенько, все красивенько. Вот это наши летние качели. Ну, как бы понятно, да, что там еще мякушка будет. Которая вот и наваляется. Ну, а это, собственно, наша баня. Честно скажу, ни разу в жизни тут не парилась, потому что у меня слабые кровеносные сосуды. Ну, как видите, здесь есть даже... Запикали. Как видите, тут есть самовар. Ну, лавочки. Да, это гордость моего мужа. Тарелочки. Везде, где он был, на соревнованиях, где-то отдыхал, путешествовал. Ему также привозили друзья, знакомые тарелочки. Вот, это наша гордость. Вот это вот, это вот мы точно знаем, что из Туниса привезли. Вот. Лестница от бассейна, от нашего. И где-то тут бассейн. Или не тут? Где? Это бассейн? Да. А, это бассейн. А это все, что осталось от надувных принадлежностей. Вот, выходим. Как это предбанник, да, называется? Заходим. Ну, заходим, предбанник. Душевая. Предбанник стоял. А, да, вот это предбанник. Да. Ну, извините, я не в курсе. Это душевая. Это веничек. Из чего-то. Да, Саша тоже все сам тут делал. Все, вот это вот оббивал, это все он делал сам. Вот он, котельная, где у нас. И вот он, ну, бойлерная. Господи, я не знаю, как это все называется. Я думаю, девчонки, подписчицы мои тоже не особо в курсе, как называются все эти прибамбасы. Девчонки, так или нет, пишите. Вот. И вот она, наша баня. Стеклянная дверка. Потому что это парилка. Парилка, господи. И вот так вот она выглядит. Сейчас я вас немножко отдалю. Ну, вот таким вот образом. Это как называется, электрическая, да, печка? Ну, ладно. Вот, короче, как-то так это все выглядит. И с другой стороны сейчас покажу. Вот она, печка. Я не знаю, как это работает. И вот так выглядит с другой стороны. Тут периодически Макс заходит, валяется на этих штуках. Ну, естественно, когда тут ничего не работает. Вот. Ну, а я тут вообще не захожу. Мне тут не нравится. Вот. Ну, и как-то так опять выходим в душевую. И в предбаник. Вот. Короче, мы выходим. И, собственно, наш участок. Вот такой у нас вид получается, когда мы выходим из бани. Мы. Мы же вышли из бани. Вещина. Выходи из бани. Вот. Короче, вот так вот вид получается на наш участок. Я знаю, что очень многим понравился наш участок. То, как он выглядит. Как он облагогажен, скажем так. Это все тоже Саша делал сам. Да, это все муж мы делал сам. То есть всю землю он выравнивал сам. Засыпал газон тоже сам. То есть, ребят, это все абсолютно делал мой муж. То есть вот эти все растения, это все сажал мой муж. Я ему где-то помогала. То есть, ну, как бы все, что у нас есть на нашем участке. Даже клумбы. Это все делали мы сами. Вот это все. Горка, арка. Вот это вот все. Это все делал мой муж в основном. так что мы это конечно сделали все не за один раз и даже это все было не за один год но как бы мы старались сделать так чтобы нам здесь было хорошо и чтобы мы чувствовали что это не просто дача это реально наш загородный дом который мы можем жить спокойно долгое время и со всеми удобствами и не переживать как бы ни о чем так что такой у нас участок но когда естественно все зацветет будет еще красивее но уже вы заметили да с прошлого блога травка стала зеленее и стала больше родина уже просто как расцвела покажу вам свою клумбу как видите здесь у меня вылазили вот лилейники и очень много у меня новых отростков у ириса вот в этой колонии у меня в основном тоже лилейники лилейники астры астры тоже вот видите вот это вот у меня астры вылезла здесь у меня было пусто потому что прошлом году у меня здесь погибло и погибли лилии и каким-то образом вот из этого пусть типа астров вот видите маленький росточек он каким-то образом оказался в этой пустой лунки так что видим у меня теперь еще один куст астры про абрикосы очень забавная история также как и про эту сливу мы когда купили эту сливу вот эту и это у нас постоянно на этих двух сливов постоянно какие-то типа для заводится и всякое прочее и сколько лет пять до нас вообще не носили они и мы как-то задумались когда у моих родителей дача появилась своя мы решили выкопать вот эту сливу я дать им короче муж попытался это сделать это маленькую разве короче попытался это сделать не вышло она уже корнями ушла далеко в землю что вы думаете в этот же год по моему на в этот же год просто в тот в первый раз да взяли они зацвели и у нас даже были сливы мы просто были в шоке и не только из сливы а с этим у нас товарищам очень забавная история нет вот этот вот этот первый у нас короче вот этот вот абрикос появился 1 он был маленьким и упал в леруа мерлен даже покупали короче был маленький ствол один потом от него пошли веточки в итоге что вы думаете вот эти веточки они вышли и как видите стали вот таким кустиком а веточка которая была основная она вон там торчит мы ее обрезали потому что она стала засыхать просто очень странный который как бы красиво цветет цветочками но ни разу абрикосы так и не сформировались да не абрикосилась ни разу рядом с ним еще один абрикос растет ну что так себе растет ребят колонавидная тоже становится кустом мы на самом деле не обрезаем потому что как бы до яблоки есть серьезно вот этот малютка как видите да она наверно метр даже может как макс ростом вот этот яблони и она на самом деле приносит нам намного больше яблок чем все остальные яблони и причем там вот такие вот яблоки достаточно большие вот так что растет замечательно трогать не будем а вот этот вот все как видите такая полоса препятствий из черного спонбонда под забором это у нас все растет земляника моя мама сажала вон два года подряд и вот выросла такая плантация у нас эта земляника по факту где-то до декабря цветет всегда вот и да это все тоже делал муж вот как видите у нас еще две клумбы где должны ну как бы быть земляника здесь как видите вот она уже начала цвести точнее распустилась а здесь ну как бы она тоже по идее есть ну как бы пока непонятно вот так вкусия неси мяч давай микусь давай неси мяч и куся давай а а а а а а а а Мико, стоять. Пинай, давай. Молодец. Пинай, тебе собака мяч принесла. Ничего страшного. Пинай. Молодец. Микусь, неси мяч. Мика. Молодец, Максим. Красавчик. Дай пятюньку. Красавчик. Макса, наконец-таки, выгнали на улицу. Папа ему привесил вторые качели. Макс, ты доволен? Да. Как нужно попросить? Попросить, как нужно меня? Папа, мама, попа, попа, ка, та, 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 та. Хорошо. Все слышали? Да. Давай, покачаю, конечно. Вот так. Так обычно мы качаемся летом. Сейчас, конечно, грязюки. У нас опять полночи лил дождь. И опять грязюка. Видите, да, у Макса просто тут в его игровой зоне просто ужас. Всегда грязь. И уже ничего не помогает. Мы сколько бы земли сюда не подбрасывали. Даже вот установили вот эти вот плитки пластиковые. Нифига. А ты доволен? Да. Ну, наверное, на этом будем заканчивать влог. Раз Макс доволен, мы завтра уже будем уезжать домой. Потому что это будет воскресенье. И нужно подготовиться к школе. Потому что в понедельник мы уже идем в школу. Так что спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на меня. Ставить лайки. И увидимся в следующем влоге. Всем пока-пока. Макс, помаши всем. Пока-пока, скажи.